МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу. Студия телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Губернатор Ненецкого автономного округа выразил глубокое соболезнование главе республики Татарстан и ее жителям, семьям погибших, в связи с трагедией, разыгравшейся в Казанской гимназии. К проекту Доброклоуны в Ненецком округе уже год. Волонтерское движение оказывает психологическую помощь детям, оказавшимся в больнице. В соревнованиях по тэквондо приняли участие 130 спортсменов. Это воспитанники Дворца спорта Норд и Школы Олимпийского резерва Труд. Турнир начался с показательных выступлений. И начнем выпуск с информации об ужасной трагедии в Татарстане. Сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джоудата ФАЗИ поступило правоохранителем утром 11 мая. Президент Татарстана Рустам Миниханов подтвердил гибель семерых детей в результате стрельбы в школе в Казани. Жертвами стали семеро учеников восьмого класса и учительница. В больницах находятся порядка 20 раненых, шестеро в реанимации в тяжелом состоянии. На момент стрельбы в образовательном учреждении находилось 714 детей, а также около 70 сотрудников, из которых 52 преподавателя. Стрелявший 2001 года рождения задержан. Президент России Владимир Путин выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Глава государства дал поручение правительству оказать содействие и обеспечение медицинской, психологической помощи пострадавшим раненым детям. Оказать необходимое содействие родственникам погибших. Глава региона Юрий Бездудный начал еженедельное совещание с руководителями органов власти с соболезнованием жителям Татарстана. И начать я хотел бы с того, что в Казани случилась трагедия, большая беда, и мы все передаем соболезнования родственникам, жителям Татарстана, всему Татарстану. И вот та трагедия, которая там произошла, она заставляет и нас задуматься, все ли мы делаем для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей. Поэтому предлагаю это вывести отдельным вопросом уже за рамки планерки, проверить безопасность во всех школах. Наталья Александровна, знаю, что все школы охраняются ЧОПами, тем не менее, надо дополнительно провести все проверки, насколько мы защитили наши школы и наших детей. Соответствующее распоряжение департаментом уже подготовлено, то есть работа уже начата? Полагаю, что детские сады тоже должны попасть в перечень по проверкам. Давайте проверим и посмотрим, насколько мы обеспечиваем безопасность детей в детских садах и школах. Мы, конечно, скорбим вместе со страной, с Татарстаном и искренне соболезнуем всем родным и близким. 12 мая объявлена в Татарстане днем траура. И теперь о паводковой обстановке в Ненецком округе. По состоянию на 16 часов 11 мая голова основного ледохода находится на участке Лабожская Оксина, в 40 километрах от Нарьинмара. Оценить ледовую обстановку с воздуха отправились представители власти, силовых ведомств и МЧС во главе с губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. Далее все подробности. Вылетев из Нарьинмара в 10 утра, винтокрылая машина берет курс на село Нижнепечорье. Маршрут пролегает вдоль реки через Тельвиску и Макарова, Оксина, Хангурей, Каменку. Задача – обследовать ледовую обстановку с воздуха. Первая остановка в Великовисочном. Старинное Печорское село находится в зоне риска. Чаще всего именно здесь вода подбирается вплотную к дворам, а то и вовсе затапливает дома и хозяйственные постройки. В 2020-м в селе даже вводили режим ЧС, когда вода поднялась выше критической отметки – 8 метров 35 сантиметров. Сегодня эта цифра равна 7 метрам 5 сантиметрам. К неблагоприятному сценарию в Великовисочном на всякий случай подготовились. В здание школы развернули пункт временного размещения на 150 коек. С каждой организацией проведены работы. Севержилкомсервис, МКП «Север», больница. Каждый выдвигает свою группу людей. Закреплены лодки. За этими лодками по 2-3 человека. И пожарные части, мотопомпа на случай пожара переносится на прогресс, на лодку. Потому что вдруг поводок будет. В принципе, заключены договора со школой на питание. Выгрузив попутно привезенную почту, вертолет укладывают в мешки со свежеиспеченным хлебом. Продовольствие доставляют в соседние Тошвиску и Щелина. Связь с этими населенными пунктами вперед распутится только по воздуху. А потому жителей глубинки необходимо обеспечить продуктами первой необходимости. В ходе осмотра ледовой обстановки сотрудники МЧС, полиции и представители власти удостоверились, что по всей протяженности реки идут подвижки. Лед трескается, в отдельных местах уже образовались полынии. Необходимости проводить какие-то взрывные работы мы не увидели. Заторов явных таких нарекений нет. В отдельных местах, вот виска, допустим, великовисочная, там уже открытая вода, и вы видели, там уже люди на лодках плавают. Какие риски? Ну, в первую очередь, это великовисочная. Мы понимаем, что уровень воды там поднимется, но ожидается, что уровень воды будет ниже прошлогоднего. Поэтому в целом мы готовы к подъему воды. По прогнозам гидрологов, ледоход в районе Нарьинмара пройдет 12-14 мая. Данные по уровням воды и ледовой обстановки вы сейчас видите на своих экранах. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. За прошедшие выходные дни в Ненецком автономном округе не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1097 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным медицинских организаций, за прошедшие выходные дни выздоровели два пациента. На сегодняшний день на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится один пациент. В стационаре пациентов нет. С начала пандемии проведено 25 740 ПЦР-исследований на выявление инфекции. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу два человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию. По коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. 95% россиян называют этот день самым главным праздником в стране. Мы с детства привыкли видеть, как масштабно отмечают это событие. О том, как отметили 9 мая в Наринмаре, в этом году в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Режим повышенной готовности не помешал Наринмарцам создать праздничную атмосферу. Горожане пели военные песни и с гордостью несли портреты своих родственников, которые отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Что приятно, что действительно мы смогли записать истории жизни наших дедов, записать именно на видеозаписи и можем сейчас не только сами пересматривать, но и показывать своим детям, внукам и действительно помнить, чтить и с гордостью нести их победу, которую они нам подарили. Возложение цветов к памятникам – одна из самых важных традиций 9 мая. Таким образом, современное поколение отдает дань памяти и уважение подвигу тех, кто победил фашизм. А не вернулось домой, спали сражений более 11 миллионов советских солдат. Это священный праздник для нашей страны, для жителей нашего Ненецкого округа, для нашего Ненецкого рыбоколхоза, для наших рыболовских колхозов. Многие жители, работники, колхозники наших колхозов, наших деревень ушли на фронт и не вернулись с этой страшной войны. Кроме того, наши рыбаки помогали фронту для общей победы. И это великий праздник для нас всех. Почтить память предков пришли множество организаций. Среди них были и сотрудники ОМВД, и работники Наринмарского объединенного авиаотряда. Если у нас не будет памяти, то у нас не будет и будущего. Мы должны воспитывать поколения именно в патриотическом отношении, так, чтобы они помнили подвиги нашего народа и ценили их. И если это будет память, то, соответственно, это будет наполнять душу гордостью, и люди будут любить свою родину и защищать ее. Великая Отечественная война – это, наверное, одно из самых страшных событий, которое когда-либо происходило в современной истории человечества. История, она имеет свойство повторяться, цикличность истории. Ну и очень важно помнить, чтить память предков и не допускать такого еще раз. Каждый праздновал этот день по-своему. К примеру, Ирина Новоселова, организатор велопробега, совместно с Александром Чемисовым решила провести небольшой квест. 14 активистов проехали по специально разработанному маршруту, который завершался возложением цветов к вечному огню. Каждый праздник мы куда-нибудь выбираемся. И, соответственно, 9 мая, когда у нас все такие очные мероприятия отменены, мы решили провести именно 9 мая мероприятие, чтобы как-то показать, что мы неравнодушно относимся к 9 мая. И для нас это достаточно серьезный праздник. Тех, кто жертвовал собой ради будущего, с каждым годом становится все меньше и меньше. Для ветеранов в День Победы власти округа, военнослужащие, сотрудники ОМВД и МЧС НАУ вместе с творческими коллективами устроили небольшой концерт, чтобы, несмотря на отмененные торжества, показать, что об их подвигах все еще помнят. Ой, было радостно видеть. И все, кто целовался, кто плакал, кто обнимался, все. Это вообще было невыносимо. Многие называют этот день главным праздником страны. Благодаря воинам, которые отважно сражались за будущее, и труженикам, которые снабжали их необходимым, наше настоящее наполнено мирной жизнью и радостными моментами. И это то, что нам стоит беречь. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Базовые техники, физическую подготовку, а также результат упорных тренировок показали спортсмены на турнире боевого искусства по тэквондо. 130 ребят боролись за призовые места. Наталья Дуркина продолжит тему. Четкие удары – результат упорных тренировок. Родион Каранчеев девиклет оттачивает свое мастерство. У юноши первый гыб. Это красный пояс с черной полоской. Спортсмен не первый раз принимает участие в соревнованиях. Не так давно вернулся с Кубкой юности России по тэквондо. Хорошо занял второе место спарринга. Желание просто заниматься, заниматься, проходить дальше. Вместе с Родионом отличные результаты привезла и Елизавета Бякина. Корейским боевым искусством спортсменка занимается более 8 лет. На соревнования выезжаем не первый раз. И, конечно, волнение было. Но в целом съездили неплохо, хорошо показали себя, привезли медали. Спортсмены старше 18 лет бились за Кубок России. От 10 до 17 – за Кубок юности России. По итогам этого Кубка и Кубка юности России мы постараемся, если нас включит состав, то мы, думаю, будем настроены показать хороший результат именно на этих международных соревнованиях. Девчонки, спортсмены, они показали себя очень хорошо. Ребята тоже показали себя достойно. Подрастающее поколение, которое 10 лет, 11 лет, как раз очень большой состав идет. Сейчас у нас немножко такой провал возрастной 15-17 лет получился. Но вот именно сейчас у нас подтягивается большой состав очень 10-11, 12-14. Я думаю, что призовые места нас не заставят долго ждать. Право открыть турнир предоставили депутату Государственной Думы Сергею Коткину. Мы все с вами видели, как у наших ребятишек горят глаза, как они с обратной силой, как расценились победе и показали, что их лучше спать. Наша школа не так тонн, молодая, но уже очень сильно заставляет себя на российском уровне. Мы пригодим на гады чемпионатов России. Более того, соседние дома наши ребята стали победителями еще и на европейском уровне, то есть в Европу. Безусловно, что с вами была встреча через год, это наша семья, действительно, настоящая представительность наших ребятов и праздников. Соревнования на призы депутата Государственной Думы прошли во второй раз. В этом году они приурочены к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Наверное, не спорю, что столь крупное и зрелищное мероприятие состоялось благодаря тренерскому составу, организаторам соревнований, ну и, конечно, поддержке родителей. И хочется сказать слова благодарности и пожелать дальнейших успехов тем единомышленным, которые продвигают деквату в немецком охранном уровне. В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов. Это воспитанники Дворца спорта «Норд» и Школы Олимпийского резерва «Труд». Турнир начался с показательных выступлений. Ребята познакомили всех присутствующих с многообразием боевого искусства. Затем хьонги. Это формальный комплекс, подразумевающий бои с несколькими невидимыми противниками. Он включает в себя удары, блоки и стойки. Далее шли спарринги. Окружной турнир проходил по двум системам – ВТФ и ГТФ. По ВТФ-дисциплине проходили поединки в несколько раундов, по ГТФ – в один. В соревнованиях участвовали ребята с пяти лет. «Система олимпийская. Человек, который проиграл, он выбывает из сетки. И призовые места – это у нас первое, второе, третье место. И поэтому первые места будут получать кубки. Призовет Сергей Николаевич. Поэтому ребята сейчас, я думаю, очень постараются, потому что не всегда есть возможность побороться за хороший кубок». Впереди спортсменов ждет участие в международных соревнованиях – чемпионат первенства Европы. Наталья Дуркина, Антон Дозряков, Телеканал «Север». Проекту «Доброклоуны» в Ненецком округе год. Волонтерское движение, оказывающее психологическую помощь детям, оказавшимся в больнице, за это время приобрело в регионе популярность. В начале мая участники проекта прошли специальное обучение. Трехдневный тренинг по больничной клоунаде от профессионалов в рамках проекта президентских грантов, в завершении которого состоялся спектакль «Игра в вещи». В зрительном зале – самые маленькие наринмарцы. Представление предназначено для детей трех-пяти лет. Спектакль отличается от привычного театрального действия. Игру «Вещи» дети не просто пассивно смотрят, а участвуют в ней. Шестилетние Дорофеи не скрывают эмоции. Мне очень понравилось представление. Оно было очень интересным. Я хочу, чтобы на Майале было побольше представлений таких. Спектакль «Клоунаду» для наринмарской детворы представили московские артисты – Илья Боязна и Олег Белик. Они приехали в Наринмар с трехдневным тренингом по медицинской клоунаде для проекта «Доброклоуны НАУ». Я надеюсь, что это будет долгий проект. Поэтому мы планируем, что мы будем приезжать еще. Потому что все, за один приезд невозможно обучиться. Вообще ни одной работе, ни одной профессии невозможно обучиться в течение одной встречи. Но первая встреча состоялась. Мне кажется, что она была продуктивна, что люди были открыты и заинтересованы в этом. Поэтому мне кажется, что перспективы этого есть. И я надеюсь, что они все будут реализованы. Положительные эмоции помогают не хуже таблеток, если найти правильный подход к ребенку, оказавшемуся на больничной койке, считают участники проекта «Доброклоуны НАУ». В основе прошедшего тренинга принципы, как удержать внимание и заинтересовать ребенка. Знания появились действительно новые и очень важные для нас. Потому что мы, как и многие, наверное, жители округа и вообще люди, считают, что клоуны – это вот как аниматоры, которые приходят и веселят людей, радуют их, там песенки поют, еще чего-то. А здесь вот именно Олег и Илья, они нам сказали о том, что надо обязательно понимать того человека, к которому ты приходишь. Надо видеть его глаза, надо видеть его ощущения, надо видеть и понимать его настроение. Что этот человек, он приходит не просто играть, он приходит помочь. Всего в программу обучения входит шесть тренингов. Следующая встреча «Доброклоунов НАУ» с участниками проекта «Импрессивные клоунады» запланирована на сентябрь этого года. Проект «Доброклоуны НАУ» многие уже успели оценить по достоинству. За первый год своей деятельности волонтеры посещали заболевших детей в больнице и дома детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Следим за ними в группе ВКонтакте. Они такие молодцы, везде участвуют. Особенно начали они свою деятельность в ковидную вот эту такую пандемию. Поэтому, да, знаем о них. Да вообще здорово, когда люди занимаются волонтерством, когда вот такой активной жизнью занимаются, и когда их еще становится все больше и больше. Это вообще здорово. Мне кажется, нужно. Ну, я считаю, это целесообразно, интересно. Тем деткам, которые лежат в больнице, это жизненно необходимо их поддержать, даже родителям как-то. Ну, даже просто прийти, улыбнуться, это уже как бы лекарство. Вот, мне кажется, это очень-очень полезное дело. Кроме того, в рамках тренинга в фойе Дома культуры Арктика открылась фотовыставка. Рады познакомиться доброклоуны и друзья. Она будет работать 5 мая, а затем отправиться в Центр комплексного обслуживания. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова